Всем привет, я Майкл Наки и это новая сводка с Русланом Левиевым. В ней мы обсудили, что произошло в Белгороде, что это были за взрывы, что взрывалось, мог ли это быть снаряд и как это вообще было устроено, а также обсудили как будто бы изменения российских планов по поводу захвата Украины, точнее отказа от захвата всей Украины и переход к именно то, что называется Донецкой и Луганской области Украины. И насколько это реально или нет, отходит сила или нет и пока не видно, чтобы например по Черниговскому направлению силы серьезно куда-то российские уходили, то есть они продолжают там оставаться, продолжают обстреливать и прочее, прочее, прочее. Также обсудили и военные преступления, которые совершаются на этой войне, почему их важно протоколировать и куда потом все эти протоколы пойдут. Эта война идет уже 35 дней, это очень много, очень много людей погибло, очень много городов стерто с лица земли. И российская официальная пропаганда, она продолжает делать вид, что если что-то и происходит, то это во-первых не война, а во-вторых российские силы не делают ничего, что могло бы ухудшить жизнь украинцев. Поэтому важно доносить правду, важно доносить, что действительно происходит. Вы можете сделать это там, не знаю, поставив лайк, колокольчик, написать комментарий под этим или многими другими видео, не обязательно моими. Сейчас, несмотря на то, что каналов стало больше, на ютубе информационный вакуум ширится, и российская власть уничтожает СМИ одно за одним и уничтожает все, что может уничтожить. Нас с вами пока не уничтожили, поэтому давайте пытаться продолжать доносить информацию. Итак, наш разговор с исследователем конфликт интеллиженс тим Русланом Левиевым. По части конфигурации войны и того, что мы видим с войсками, наверное, затронуло уже ближе к концу, потому что это большая, обширная тема, и по своему мирному договору, и по поводу войск, которые под вопросом. Вот, поэтому пока немного начну с другого. Первая тема, наверное, взрывы в Белгороде, которую вчера вечером мы видели, и нам сразу местные жители прислали много видеозаписей, где видны разрывы на земле. Где-то в сторону поселка Краснооктябрь, Октябрьская, под Белгородом, ближе к границе. На этих видеозаписях видны множественные разрывы, то есть понятно, что взрываются боеприпасы. То есть попали не в какой-нибудь, не знаю, склад горючисмазащих материалов или в технику, а это именно боеприпасы. Пока непонятно, что это было, именно попадание какого-то снаряда или халатность на местах. Потому что мы прекрасно помним инцидент 2015 года на Кузьминском полигоне в Ростовской области, где как раз произошел большой пожар. Как раз из-за того, что было халатное обращение с боеприпасами. И там пожар был большой, он длился долго. Вполне возможно, что здесь произошло нечто аналогичное. Тем более, когда мы говорим не о каком-то постоянном формировании, я имею в виду не о каком-то постоянном объекте, складе, который там имеет капитальное строительство. Здесь мы говорим о временном полевом сооружении, в котором мы предполагаем, что был такой полевой склад. Потому что эти поселки Красный Октябрь, Веселая Лопань мы прекрасно помним еще по началу января и начало февраля. Потому что именно там концентрировались часть российских войск. И мы об этом писали, мы показывали фотографии. И на этих спутниковых снимках мы, естественно, никаких капитальных складов не видели. Но, скорее всего, там находятся временные полевые склада. То есть, грубо говоря, грузовики приезжают, привозят ящики с боеприпасами, складируют их там на месте. И вот вам полевой склад. И вот, видимо, там произошел пожар. И пока мы не готовы подтвердить первые заявления, что якобы это украинские силы нанести удар. Об этом заявлял Юрий Бутусов. Но потом он же сам отредактировал свое сообщение, исправив на то, что это по сообщениям российских СМИ, что якобы это был обстрел. Вот поэтому пока непонятно, каким образом этот инцидент произошел. Другой важный момент, который мы отметили. Многие нас часто спрашивали про людей из Мариуполя, которых принудительно эвакуируют на территорию России. Отдельные такие инциденты есть, как минимум. Нам сложно пока оценить их масштаб. То есть, насколько это широкая практика. Потому что мы также видим людей, не совсем эвакуированных, а людей, которые смогли фактически пешком выйти из Мариуполя, при большой опасности, безусловно, с большим трудом, дойти до Бердянска. И уже на попутках выбраться из Мариуполя, фактически, добраться до Бердянска. И уже из Бердянска организованным вывозом выехать в западную часть Украины, которая находится под контролем Киева. Поэтому, насколько широкая практика по такому насильному вывозу из Мариуполя на территорию России, мы не знаем. Но есть другой важный момент, который мы хотели бы отметить. Это появились свидетельства, что те эвакуированные, кого эвакуируют на территорию России, их чуть ли не заставляют подписывать постановление о признании потерпевшим в уголовном деле по факту геноцида украинскими силами и нацгвардии украинской, и правым сектором. По-моему, там даже в постановлении упоминается правый сектор, если мне не изменяет память, в отношении украинского народа и народа Донбасса. Их заставляют подписывать такие постановления. Причем это не просто какое-нибудь заявление о том, что я вот такой-то, такой-то, жил там-то, там-то, и я подтверждаю, что был геноцид. Нет, там прямо на фотографиях видно именно полноценный бланк документа, заполненный, который озаглавлен, прямо так и озаглавлен, постановление о признании потерпевшим по уголовному делу. И там есть прямо фабула дела о том, что вот в такие-то времена вооруженные силы Украины, нацгвардия осуществляли геноцид мирного населения, там, Донбасс и так далее. Важный инцидент, который мы отмечаем, мы это видим, это действительно есть. Другой важный инцидент был касается города Николаева, где, 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 как бы снаряд какой-то попал в здание областной госадминистрации. Я думаю, все видели эти впечатляющие кадры, огромнейшие дыры в здании администрации. И мэр Николаева, Виталий Ким, он, к счастью, не находился там и, естественно, он уцелел. Это хорошая новость. Но погибли люди, в том числе гражданские. И опять же, знаю, опять за это будет мне, там, отдельные комментаторы ненавидеть и проклинать, но поскольку мы говорим о военно-гражданской администрации, а ввиду того, что сейчас военное время в Украине, то все-таки администрации становятся военно-гражданскими администрациями, и там есть преданные силы военных, то опять же, с точки зрения международного коммунитарного права, с точки зрения правил ведения войны, получается, что Николаевская ВГА, то есть военно-гражданская администрация являлась тоже легитимной целью. Но опять же, мы здесь опять должны поднимать вопрос, как и по Киеву с торговым центром Ретравиль, о соразмерности ущерба. Потому что, естественно, хоть это и военно-гражданская администрация, гражданские люди там остаются на работе. Там разные бухгалтеры, те люди, которые работали до войны в администрации, они там остаются, и мы видим их гибель теперь. Поэтому это преступление надо рассматривать не с точки зрения легитимной цели или нелегитимной цели, а с точки зрения, насколько нанесенный ущерб соответствовал этой цели. Вот с этой точки зрения, я надеюсь, однажды в суде мы будем рассматривать этот инцидент. Касательно этого, говоря о всем этом районе, Херсоне, Николаеве, мы также отмечаем видеозапись, где была видна колонна российских сил, которая выдвигалась с города Херсону в сторону Николаева. Возможно, она собиралась поехать дальше в сторону Кривого Рога. Были сообщения, что якобы эту колонну остановили и разбили, но пока это не верифицировано, мы это еще проверяем. Мы за этим будем следить тоже. Поступили сообщения об освобождении города Матыжин, тоже важно. Ну и теперь, переходя к большой обширной теме, пока еще не про мирный переговор, а в целом про военные преступления российских сил, мы получаем дополнительные визуальные подтверждения того факта, про который мы слышали много, касательно мародерства. Но здесь особенность этого факта заключается в том, что мародерство не только там, не знаю, ценностей, денег, каких-то вещей, типа телевизоров каких-нибудь, а мародерство в плане даже угона машин. Мы видим видеозаписи из разных населенных пунктов в Киевской области, часть которых находится под контролем российских сил. И на этих видеозаписях мы видим те самые одноэтажную жилую застройку, которую тоже вскрывали, и в которых находились российские силы, они там ночевали, солдаты. И я напомню, в одной из сводок я рассказывал про видеозапись довольно-таки необычную и странную. По-моему, она была из Бучи или Ирпень, где местные жители идут по улице, где одноэтажная застройка, и там поочередно поворачивают камеру то в одну сторону, то в другую. И мы видим дом, частный дом, и во дворе стоит там, например, БТР. Следующий дом, во дворе стоит там БМД. Следующий дом, и еще какая-то бронетехника. То есть это выглядит как парковка личного транспорта там в своем дворе. И тогда у нас в комментариях к нашим телеграм-постам нашелся человек, который жил в Буче. Он опознал улицу и сказал, что да, российские военные взламывали там наши дома, и они заселялись в эти дома, они там жили, оставались, они вскрывали гаражи, они воровали там технику. И вот мы получали в дальнейшем сообщение, что и машины в том числе угоняют, их спокойно, военные просто сидят в эти угодные машины, довозят их там до территории России, может даже Беларуси, вот, и как-то там их сбывают или прячут. Вот, и поскольку они военные, то, естественно, у них никаких проблем нет. И плюс из ряда прослушек мы слышали такие слова от командиров, что фактически дается добро на мародерство для российских солдат. Что, пожалуйста, берите, скрывайте там дома, квартиры, там, что угодно, как бы никто вам ничего слова не скажет. И этим военные и пользуются. Вот. В связи со всей этой ситуацией продолжается и ряд других еще военных преступлений российских сил. Я напомню про множество инцидентов, про которые я освещал в сводках. Это и касается и города Макаров, где мы видели тот самый инцидент на перекрестке, когда к перекрестку подъезжает автомобиль ЗАЗ-Шанс, в нем сидят двое пенсионеров. С перпендикулярного направления к перекрестку подъезжает боевая машина пехоты и начинает вести огонь по этой машине, убивая пенсионеров. Вот. Поскольку мы теперь знаем, что, скорее всего, видео было снято там примерно 28 февраля, потому что это было впервые опубликовано, по-моему, 2 марта, то получается, что это тогда под контролем это находилось российских сил. Мы видели потом видеозаписи, снятые с беспилотника, где, судя по всему, по Житомирской трассе едут гражданские машины, перед ними вдали виден то ли БТР, то ли российский танк, и оттуда начинают вести стрельбу по этим гражданским машинам. Машинам приходится резко останавливаться, разворачиваться, из одной машины выходит водитель, поднимая руки и обходит машину, то есть уже продемонстрировав, что у него ничего нет, он не корректировщик, не наводчик, не пулеметчик, ничего. И все равно прицельно солдат его убивает, и потом оттаскивает на обочину тела. И аналогичные видеозаписи мы выделили, снятые из салона машин, где ровно то же самое происходит. Люди, гражданские мирные жители, едут по трассе, им впереди встречается российский танк, и он начинает по ним вести стрельбу. Вот, несмотря на то, что это видно, что гражданские машины. Я подхожу к главной теме, к чему это все рассказывал, к чему я веду. Появился новый рассказ, точнее, просто появился новый, новая свидетельствия об очередном подобном инциденте из города Бучи, где там 14-летний мальчик рассказывает, как они с отцом поехали за гуманитарной помощью, потому что отцу нужны были лекарства, поэтому они взяли велосипеды, поехали в какую-то там сторону, где должна была быть гуманитарная помощь. Они не знали, что там есть российский блокпост, но натолкнулись на российский блокпост, остановились, подняли руки, объяснили, что они едут за гуманитарной помощью. И после этого российский солдат, со слов этого мальчика, взял и просто прицельным выстрелом, двумя выстрелами убил его отца, прямо у него на глазах. И потом произвел выстрелы по самому мальчику. Попал ему в руку, мальчик упал, и часть кофты накрыла его голову, тем самым скрыв его лицо. После чего солдат еще подошел, произвел контрольный выстрел в отца, и, видимо, пытался произвести контрольный выстрел в мальчика, но попал ему в капюшон, не попал в голову, из-за чего мальчик выжил, дождался, когда солдат уйдет, и сбежал. И потом там в репортаже демонстрируются фотографии, которые сняла вдова убитого. Они заблюрены, но там понятно, что это тело убитого действительно. И, в принципе, этим показаниям мы сейчас доверяем, потому что, как я и сказал, вот он ряд инцидентов, про которые я вам рассказал, про Макаров, про Житомирскую трассу, про видеозаписи из салона. Это все выстраивается в единую картинку, которая взаимно дополняет друг друга, не противоречит друг другу, и тем самым подтверждает вот эти многочисленные факты военных преступлений со стороны российских солдат, российских сил. И, естественно, мы обязательно это будем фиксировать и, скажем так, складывать, как минимум, складывать в папочку для дальнейших судов, потому что к нам уже начинают обращаться многие международные организации, которые тоже готовят документы для будущих судов. И, естественно, мы стараемся им во всем этом помочь максимально грамотно, максимально правильно зафиксировать каждый инцидент, установить имя каждого человека и подготовить для дальнейшего суда. Из других инцидентов мы бы еще отметили удар по складу горячих смазочных материалов в Староконстантинове, в Хмельницкой области. Но там для нас был довольно странный инцидент в плане действия местных властей, потому что фактически они брали и складировали все топливо в одно место. Естественно, российские силы тут же нанесли по этому месту удар, потому что они увидели это там на спутниковых снимках с разведывательных самолетов. Нанесли удар и полностью лишили топлива этот район. Странность заключается в том, что не нужно складывать яйца в одну корзину, как говорится. То есть, когда вы центрально все храните, то это такая лакомая цель, лакомый кусок для российских сил, чтобы по этой цели ударить и разом моментально все вынести. Еще один интересный момент, который тоже стоит осветить, который проливает свет на то, как война вся эта идет. Появились фотографии, снятые, я так понимаю, силами территориальной обороны вблизи Харькова. Точнее, в Сумской области. Скорее всего, это был поселок Тростенец, хотя бы мы можем ошибаться, но там говорится про Сумщину. На фотографиях мы видим тела российских солдат. Видна их униформа, видны нашивки Министерства обороны России. Не видно нашивок подразделений, но по расположению тела они находятся в каком-то таком поле и в низине а-ля траншея. То есть, это не траншея, это не окоп, но такое углубление, скажем так, в земле. И там, по-моему, шесть тел, и все они без признаков насильственной смерти. По крайней мере, во-первых, это заявляется теми, кто снял эти снимки. Во-вторых, по фотографиям там реально не видно, не знаю, разорванных тел или там следов крови большого или что-то в этом роде. И вокруг виден еще немного снега. По форме самой униформе и по самому оружию, какое у них состояние, насколько они там загрязнены землей, запылены. Мне кажется, это вот пока на уровне ощущений без доказательств. Мне кажется, что как будто бы это был вот такой отряд, который заблудился еще там, не знаю, в конце февраля, может, на первых числах марта. Он заблудился, брел по полю и когда было холодно, они вот, видимо, как-то так присели и просто ночью замерзли насмерть. И вот их тела, после того, как часть снега сошла, теперь их в итоге тела обнаружили и вот теперь мы их видим. Выглядит все это именно так. Что еще раз говорит о проблемах и снабжения, и обогрева, и в плане ориентирования на местности российских солдат. Оно как бы дополнительно подтверждает всю эту ситуацию, которую мы видим все это время. Так, ну и теперь, переходя уже к главной теме, про которую все говорят, во-первых, давайте начнем с предполагаемого вывода войск от Киева, в целом с киевского направления, с черниговского направления, с сумского направления. Во-первых, мы видели видеозаписи из Беларуси, где техника десантников едет в сторону Гомеля в сторону Речицы, с флагами России, с флагами ВДВ. Это первый момент. Второй момент, мы, местные жители, различные еще позавчера примерно, прислали нам видеозаписи, которые они просили не публиковать в целых их безопасности, но мы их верифицировали. И там видна техника первой танковой армии, мы ее потом по татистическим знакам определили, по типу модификации техники, которые, судя по всему, снимают с фронта и направления черниговского и сумского направления. И будут перебрасывать, видимо, на Донбасс, в сторону Изюма, Твердонецка, Лисичанска. С одной стороны, получается, что как будто бы мы видим соответствие заявления Минобороны России. Минобороны России заявило, что они прекращают активизацию боевых действий на Черниговском, в Сумском и Киевском направлениях и ставят приоритетом Донбасс. И вроде бы по вот этим кадрам кажется, что как будто бы так и есть. Но, с другой стороны, весь вчерашний вечер поступают сообщения от местных чиновников из Киевской области, из Чернигова. Там мэр Чернигова тоже говорит, что никакого ухода сил нету. Они продолжают обстреливать Чернигов, они продолжают там окружать город. И по киевскому направлению тоже местные чиновники говорят, что якобы это не вывод сил, это ротация. И мы вполне подобное допускаем, потому что еще несколько дней назад мы видели прибытие сил десантников в Беларусь. Ну, они прибыли в Беларусь, видимо, для подкрепления. И дальше их история была неизвестна, потому что не было дополнительных свидетельств. Но, видимо, возможно, могла быть как раз-таки вот такая ротация. Возможно, это действительно ротация, а не вывод войск. Поэтому тоже будем за этим внимательнее следить. Что касается в целом мирных соглашений, которые мы сейчас видим, которые обсуждаются и звучат, и вообще изменения тактики, прозвучали вот такие первые предложения о том, в каком формате эти соглашения могут быть. Та формулировка, которую мы сейчас слышали, это фактически смягченные требования Украины, в которой говорится о том, что вопрос Донбасса и Крыма давайте мы отложим на неопределенный срок. А по части всего остального давайте разговаривать. Но главное, проводить будем референдум по части в Украине, по части всех этих вопросов. И главное, должны быть странные гаранты безопасности для Украины. Такие, как Польша, может быть, и Израиль. И эти странные гаранты, они должны на уровне своих правительств ратифицировать эти гарантии. Вот, и если представим, что после трех дней, после того, как мирное соглашение будет заключено, если отвод войск не случился, то эти странные гаранты должны будут начать поставлять оружие мощное для Украины, закрывать небо, и так далее, и так далее. Вот, у всех, конечно же, возникает сразу вопрос, какой может быть референдум в условиях военного положения. В Украине война, Украина воюющая страна, а какой-то может быть референдум. Но как раз-таки здесь украинская страна и настаивает, что сначала должен произойти отвод войск российских, и только потом референдум. Естественно, с другой стороны российская страна этому не согласна, они считают ровно наоборот. Сначала референдум, потом отвод войск, и тут, конечно, полная противоречия. И плюс дополнительные противоречия, которые явно возникнут и будут нерешаемым, российская страна, она вообще не допускает даже постановки вопроса Крыма. То есть российская страна считает, что Крым российский, тут даже нечего обсуждать, нечего спрашивать, незачем ставить какие-либо вопросы. Вот и поэтому российская страна не готова на формулировки таких соглашений, где хоть как-то либо упоминается Крым вообще. Донбасс, типа, да, пожалуйста, а вот Крым, нет, это типа даже не может быть, даже не может быть вопросом. Ну и потом, в целом, если представим, что российские войска отойдут, как мы знаем из интервью Зеленского, в принципе, украинская страна готова на то, чтобы российские силы отошли на те территории, которые были оккупированы до 24 февраля, и на это украинская страна, в принципе, готова согласиться, после этого вести мирные переговоры. Но если представим, что такое произойдет, большой вопрос, какой будет результат на референдуме. Все-таки Украина демократическая страна, и там результаты могут быть абсолютно непредсказуемы, как это случилось с Зеленским. Зеленский победил на президентских выборах, хотя почти до последнего момента все были уверены, что вот Тимошенко лидирует, Тимошенко победит, но тут убью Сезенский, и на честных выборах победил, стал президентом России. Также и на референдуме все могут увидеть, что украинцы могут увидеть, что мы же победили, вот российские силы отошли, зачем нам голосовать за признание какого-то независимости Донбасса или что-то в этом роде. Поэтому в этом смысле с мирными соглашениями на словах звучит, как будто бы есть какие-то продвижения, но мы по-прежнему видим такие принципиальные противоречия, которые, на мой взгляд, совершенно нерешаемы. Я не знаю, как их решить, как их можно решить. Ни одна из сторон на компромиссы в этих принципиальных вопросах не пойдет. И переходя уже к, наверное, такой последней теме, которую я хотел бы осветить, это санкции. Ряд западных политиков решили почему-то привязать, ну, прочертить некоторые новые, новые красные линии, если которые Путин перейдет, то будут новые дополнительные мощные санкции. И вот почему-то эти новые красные линии привязали к химоружию. Мы, ну, точнее, я в интервью, в комментариях уже неоднократно заявил, заявлял, что все вот эти слова про химоружие, это, ну, извините, но это полнейший бред. Потому что, во-первых, есть много причин того, что считать, что это бред. Во-первых, как я и говорил, нет военного смысла применять химоружие, потому что есть, термобарическое оружие. И всех тех же результатов можно добиться применять термобарическое оружие. Во-вторых, применив химоружие, это большой, получается, пиар-провал, пиар-скандал для России. Ну, невыгодная позиция для России тоже будет. Поэтому я понимаю, что есть вот такая вот миф, любимый многими стереотип, что если российская сторона говорит, что там кто-то готовит провокации с химоружием, то, видимо, российская сторона сама применит химоружие. Очень любимый многими миф, и он популярен в том числе среди западных политиков, но многократно проверено, что это не так. Есть уже исследования команды Беллингэд, там, окей, не верьте нам, доверяйте Беллингэд, которые происследовали вот заявления России про химоружие в Сирии и сами инциденты применения химоружия в Сирии. И было прямо установлено, что нету вообще никакой корреляции между заявлениями России по химоружию и фактами применения химоружия в Сирии. Поэтому то, что провели вот такие красные линии, это для нас очень плохо, потому что лучше бы они провели красные линии в виде, например, гуманитарной ситуации в разных городах, в том числе Мариуполе, что, окей, если вы не пытаетесь как-то решить вопрос гуманитарной ситуации в Мариуполе, люди погибают от голода, от обезвоживания, от нехватки лекарств, то мы вводим дополнительные санкции. Вот так должны были быть, на мой взгляд, проведены красные линии, а не в виде химоружия, которое явно никогда не будет применено. И тоже это такая, на мой взгляд, оправдание бездействия, то есть отсутствие дополнительных действий со стороны Запада, которые оправдывают отсутствие применения химоружия. Вот такая вот в целом ситуация на фронте. И последнее, что я спрошу, скажи, пожалуйста, насколько вообще сейчас важен или не важен Мариуполь в том смысле, что как будто бы мы видим большую ставку на захват Мариуполя со стороны российских войск, то есть стоит ли нам в ближайшие дни ожидать новых сильных попыток, которые будут сильнее, чем то, что мы видели в последней неделе, есть ли для этого ресурсы и силы, и что этому может противопоставить украинская армия? Да, к этому сейчас вопросу перейду, я забыл один момент, который попросил меня попросить у аудитории наша команда, нам нужна помощь аудитории. Снова возвращаясь к вопросу военных преступлений российских сил, я напомню, я рассказывал про видеозапись с предполагаемым расстрелом пленных украинских солдат, которая появилась вот в тот же день, когда появилась видеозапись с прострелянными ногами, и там на видеозаписи, если послушать речи, оператор говорит, что сами пришли сдаваться, ну вот ты, Игорек, держи ответ за своих старших, то есть из-за слов как будто бы следует так, что действительно это были пленные, их казнили, и был какой-то там эксцесс-исполнитель, который вот их расстрелял, тот самый какой-то Игорек, видимо, или его подразделение, которое убило этих пленных. Так вот, нам нужна помощь, во-первых, в плане геолокации, есть предположение, что это рубежное, но пока нету точных свидетельств. Там на видеозаписи, я сразу предупреждаю, что там кадры шокирующие, там убитые, поэтому как бы людям слабая психика, не стоит смотреть. Вот, но нам нужна помощь в геолокации этой видеозаписи, там видна, например, Стелла около БТРа, слева, там слева от него, по-моему, на ней виден украинский флаг, что в принципе наводит на мысль, что это недавно оккупированный населенный пункт. Мы видим там ряд елок, таких стройных, красивых, скажем так, что наводит на мысль, что это рядом с каким-то административным зданием, то есть такой типичный район административных зданий, когда рядом высажены елки. И нам, кстати, нужна помощь с геолокацией этого видеозаписи. Плюс сам БТР, там у него очень примечательный знак, который мы раньше не видели. Там та самая Z, и поверх этой Z нарисован еще круг. Обычно это два разных знака, либо круг, либо Z, а тут один поверх другого. И если вы где-то на других фотографиях, видеозаписях видели этот БТР, то тоже присылайте нам, это дополнительно поможет нам в расследовании этого военного преступления. И уже теперь переходя к вопросу Мариуполя, отвечая на твой вопрос. Безусловно, он очень важен для российских сил. Во-первых, потому что он является частью Донецкой области. А ведь изначально Россия заявила, что мы признаем ДНР и ЛНР в тех границах, которые установлены в их конституции, а в их конституции прописано, что вся Донецкая область и ДНР, она является их территорией. Соответственно, как будто бы Мариуполь, получается, это их город. Поэтому, безусловно, для российских сил он важен. Сделана большая ставка на окончательный захват Мариуполя и будет бросать туда много сил для этого, чтобы окончательно вопрос закрыть. И да, вот, как я и говорил, видимо, для целей пожелания плодов прибыл, не знаю, мы, окей, раз все так наставят, то буду говорить аккуратнее. Может быть, в Мариуполь, может быть, не в Мариуполь, например, в Новоазовск прибыл Кадыров, потому что одна из видеозаписей с Кадыровым геологицирована в Новоазовске. Вот. И, кстати, говоря про Кадырова, все публикации, они были геологи в разных местах, есть Новоазовск, есть та самая заправка Роснефти, которая непонятно где, но это в России, есть посещение раненого Геремеева, и тут есть зацепки, которые нашел Марк Крутов из Радио Свобода, там, во-первых, по коридорам, которым идет Кадыров, там видны на стендах с условными стенгазетами «Российский флаг» и символика Южного военного округа, медицинской части Южного военного округа, возможно, это Ростов, и там Кадыров мог по пути из Украины там заехать в Ростов, навестить Геремеева и дальше отправиться в Чечню. И уже в Чечне геологицировано там фото или видео, где Кадыров осматривает этот украинский броневик, «Вартан», по-моему, он называется, и там геологицировали, что это находится вблизи его резиденции. Но Мариуполь, как я и сказал, он крайне важен для российских сил, на него большая ставка, на него будет бросать много сил и пытаться захватить до конца. Спасибо большое, что посмотрели. Поддержать канал вы можете, подписавшись на Патреон, ссылка будет в описании. И до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok